вот так каждую субботу приходя сюда волонтерство в катс мы все стулья сдвигаем вот этих столов чтобы были столы пустые потому что они будут ставиться боксы и мы это все должны сгруппировать 127 боксов вот такие вот ставы и такие стулья остались тут остатки еды видимо с утра или когда бананы печенье яблоки соки всякие еще утром вынесут потом завтраки этим всем жильцам этим этого катса так это выглядит снаружи отсюда приносят продукты когда завозят вот лук это пожертвование будем раскладывать его и потом я уже говорила что здесь вот такие вот тарелки это вот столько емкостей и в каждую емкость кладется все еще сверху постолька люди съедают и конечно то очень аккуратным надо быть в том плане что я тоже такую так скажем когда работали с поваром я потом подхожу говорю ой говорю как хорошо живется бездомным говорю так едят хорошо вкусно и он так скептически немножко отнесся что это но это несчастные люди и он прям он у него глаза слезы на глазах появляются когда он допустим там смотрит как они едят что он приготовил еду для них и вот они такие голодные это все едят и он как бы вот получается сделал такое дело вообще благородное накормил этих людей вот здесь доска здесь проводятся занятия я уже говорила что здесь людей обучают всему и они потом будут какие-то там профессии осваивать чтобы работу можно было найти и все прочее и поэтому тут полу три раза в неделю вот это все организовывается так вот это вот детская площадка здесь потом ее отдельно покажу тоже покрытие такое зеленое всякие игрушки масса всего и от солнца закрыта в принципе довольно таки комфортно и вообще площадка тут детишки играют вот там руководство сидит улица хай это пришла и это пришла элиса мы с ней работаем вместе я вот не знаю зачем она ходит каждый день сюда понятия не имею вообще этого не знаю даже честно сказать и спросить как-то это не не могу ответа вот и потом я беру вот эту тележку которую я тащу вы слышите звук и на нее нагружаем эти ящики такие вот вот такие вот ящики пустые и я это все везу туда и мы будем их раскладывать а вот остальные жители этого дома это все их не в машину репортаж у меня на телефон снимается и все остальные жители вот этого дома они себя там покуривает вот попивают вот так вот в общем свое удовольствие мы вот это вот все таскаем и раскладываем это их не велосипеды здесь кучи кучи вот и вот так вот раз семье сейчас хожу а уже продукты такие но более тяжелые будет будут конечно таскать мужчины это вот все все машины и жители этого хай этого дома вот моя подруга идет сейчас встретила джимми она мне говорит что все она устроилась на работу и сейчас ездит каждый день на я что-то не то поняла наверно по 12 часов работает шесть дней в неделю это телега у меня так стучит пока я хожу там вожу рассказываю и сейчас пришел какой-то молодой человек первый раз нас в авантюре и такой странный но он и скрашенный такой видимо не такой как все так смешно я по столько боксов там по 12 по 14 вожу он 4 бога 4 коробочки кладет себе на тележку и возит перетрудиться боится видимо вот так вот это все грузишь вот на эту тележку это вот все пожертвования привозят здесь и все сейчас я вот эти вот коробки буду складывать и от здесь всегда всегда для волонтеров есть тряпня кофе нужно набить и вот это вот мы сейчас раскладываем лук вот это вот все волонтеры вот это вот начало вот так это выглядит до девяти часов должны все это сделать мы наполнить так вот сейчас смотрю и думаю вот почему я не узнала изюм то я ведь это слово знала райзен вот как заклинит бывает знакомое слово не можешь вспомнить разложили сейчас такие бейки бейкере у них это стряпня тоже в каждую вот такая морковка нарезанная слайсит карот значит нарезанная и еще шарики мацо мяу все испачкалась но работаю все штыки это тоже столько всяких неизвестных продуктов такое микс этот магазин очень хороший его очень многие американцы любят ты из него вот вот такой бокс вот если у вас нечего есть вы приходите в такие вот дома кичин петалума и говорите я что буду голодать целую неделю вас носит список вы ставите роспись свою и вот этот бокс потом покажу полный вам привозят каждую неделю волонтеры надо прямо даже ехать не надо вам привезут и вы будете всю неделю это есть так вот такой вот шоколад мелк положили бананы еще и просто молоко ты бананы в каждую однопроцентное молоко сейчас мясо положим печенье и хлеб такое молоко всякого мяса наложили замороженного вот курица в такой пакет клубника всякие замороженные фрукты тоже не знаю что так вот сюда я мало положила надо больше вот такая вот курица всякие всякие кому пицца достанется кому что какие-то чинис food диджей диджей магазин тоже такие вот это выпечка я уже показывал как я стряпала из них это просто замороженные вот такие размораживаешь и стрякаешь так-то тоже фото крышки жареная сейчас еще хлеб положим и всякую выпечку вот такого плана вот пожалуйста с голоду не помрете так вот следующий этап вот такие вот раскладывается клипс борц называется вот эти штучки тут написаны все имена и фамилии этих волонтеров вот волонтеры тут пришли приехали сейчас вот это все мы на вот увозить волонтер он всегда в 9 приезжает сейчас привезут боксы и мы будем их выдавать машины класть вот такой он получается большой тут еще торты всякие лежат почему-то тут нет печеньев в этих боксах странно где-то печенье я перебралась на кухню очень интересный вот саус герардс 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 сан-франциско company мы используем шуми про саус герардс герардс и за полограмма Другие десерты. Usually, у меня шампанье. Шампанье древесина имеет шампанье винар. У тебя есть шампанье винар? Но я не вижу это винар. Винар, винар. Винар, винар. Винар, винар. Винар винар в магазине называется шампанье. Это шампанье. Это шампанье. И это очень красиво. Это очень красиво. Я попробую сейчас. Можно попробовать сейчас? Да, конечно. Так, сегодня салат фруктовый. Грин салат. Бананы с йогуртом. Капуста с майонезом. Франц. Карт-дог, сосиски. Потом итальянская паста. В итоге получается у меня, что я сюда прихожу раным рано. Пол седьмого утром и ухожу. Вот где-то пол второго. И я сейчас хожу всего один день. Потому что я не могу в течение дня посещать. Потому что у меня много всяких проблем делаю. Я в России еще собираюсь. И поэтому у меня получается суббота. Но довольно-таки долгий такой. В шесть-семь часов в день. И у меня здесь есть вот повар. Я не буду называть имя. Потому что он тоже, возможно, смотрит этот канал мой. И он вообще такой хороший мужчина. И как-то хорошо так с ним сработались мы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...